Глаза девчонки Сетунь, 41 год. Отец маленькой Тома ушел на фронт. Мама работает на заводе. Объясняла дочке, она лечит самолеты. В войну от страха девочка часто переставала говорить. И в этой тишине ужасы военных лет складывались в тягостные воспоминания военного детства. Что мне особенно помнится? Мы жили на первом этаже. Когда начинается вечер, все обходчики обходили и стучали в окна, где просвечивается свет. Понимаете? Чтобы была вот эта маскировка полностью закрыта. Потом маму, когда она была свободна, как-то отпускали ее на выходные, она меня возила в Москву. За ручку и, помню, возила в Москву. И мне очень что запомнилось? Вот эти большие эростаты. Понимаете? И над этим заводом был эростат, чтобы самолеты защищали город, защищали военные объекты. Вот эти вот эростаты. Вот я очень хорошо запомнила. Когда мама ночью не дежурила, не работала, а так бывало сутками, когда надо было работать, их брали на дома. Они вот эти фугаски в песок закапывали и там бросали. И вот я, когда она ночью уходит, говорю, мама, и днем тебя нет, и ночью нет. И она мне рассказывала. Ты видишь, как летят самолеты? Слышишь, как летят самолеты? Вот. А эти самолеты бросают на нас бомбы. Все. Ты не плачь. Если я не пойду, значит, дом наш сгорит. И Москву разрушат. И враг войдет. Соседи не с нашего подъезда, а с первого подъезда сделали там землянку. Понимаете? Вот когда особенно налеты были, это ночью. Днем как-то тихо, спокойно. Когда только ночь, так и вот летели эти самолеты. И наши соседи туда как бы прятались. То есть ночью ночевали там. И когда маме была срочная работа, вот эта соседка, баба Шура, она еще была старше гораздо моей маме, Она меня брала. И мы там вот в этой землянке ночевали. Мы идем, и я увидела, валяется кусочек корки хлебной. Я, вы знаете, вот так как бросилась на эту корку. А мама меня за руку и не дала мне ее поднять. И я уже потом, много-много лет, когда спустя спрашивала, мама, а почему же все же ты мне не дала? А она говорит, сбрасывали игрушки, сбрасывали хлеб, сбрасывали конфеты, и дети травились. Знаете, вот она этим. А я вот, вы не видите, как будто там, я не знаю, такая конфетка лежала когда. А она меня прям вот как дернула. Я аж рукой. Вот это я хорошо помню. День Победы все плакали. Салют. Это для нас был, ну, праздник то, что мы увидели, вот этот праздник в салюте. С Москвы на сет, они все это было видно, понимаете? И все люди, как говорится, выскочили вот с этих всех домов. И вечером кончилась война. Закончилась война. Все плачут, все радуются. Кому-то плохо было. Понимаете, кто-то вот, тетя Катя, там у нас одна соседка была, она и молодая была, но у ней погиб муж. И она уже плакала не от того, что война окончилась, а от того, что она потеряла, как говорится, родного человека. Ну, это была радость со слезами на глазах, как говорят. Пожелание молодому поколению, чтобы они пронесли вот этот горестные вот эти годы. Чтобы молодежь не забыла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова